Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня я думаю мы доберемся до конца игры по идее, ну по крайней мере таков план И по многочисленным, даже не сказать так просьбам, по многочисленным замечаниям Да, окей, я действительно пропустил практически все комментарии разработчиков на Айлин Мне там реально много людей написало, поэтому давайте начнем с того, что соответственно восполним это дело То есть я уже прочитал первые два, но давайте перечитаем Изо всех сил я старался сделать ее естественной и святой, когда она парит в воздухе Ну это, помним, это вот ее... Ну, что? Это вот ее... Ага Вот последняя версия, да, где, типа, свет сзади ее обрамляет Она висит, ну, ульту, когда свою юзает А, которая, по-моему, не очень-то на нас действовала Разрабатывая ее массовую атаку, я придал ей ауру лидера секты Окруженного кольцом света Сияние священного света охватывает жуткий силуэт лидера церкви Жестерионок Да, это было очень красиво Но опять, у нас как-то все это фигово срабатывало И поэтому Айлин, это просто самый простой член ансамбля для нас как-то получился Это очень странно, почему так? Может, игра там где-то баганула, то ли так и должно было быть Но вы же помните, да? Насколько это было просто на самом-то деле При помощи интеллектуальной силы вечно вращающихся шестерней Она может предсказывать многие будущие события Было... было делом Она может управлять другими при помощи Иного, нежели у кроваво-красной ночи Подхода А именно вставки шестерней в мозг Блин, вот эти вот аугментации, которые позволяют управлять другими То бишь, она реально управляет этими культистами То есть они действуют... ну да, разумеется, и по своей воле Да, конечно, мозги голые в банках Это вообще люди? Вот эти вот культисты и ее помощники Как-то это очень странно Это была моя первая встреча с Айлин Из того, что я мог увидеть, она производила сильное впечатление лидера секты Ну, а кто она была? Так что я разработал ее страницы на основе идеи культа Так подожди, так по сюжету же она, он и есть Так как Айлин сама по себе не самый сильный боец Я хотел перевести фокус на поддержку и очарование религиозного лидера Так как она была первым персонажем основной истории, над которым я работал Я довольно сильно к ней привязался Опять вот эта вот история с тем, что Ну блин, я недавно работаю в Project Moon Это мой первый спрайт Это мой первый звук Это мой первый персонаж Они реально столько много людей новых набирали для работы над библиотекой Напишите... ну просто я как бы во внутреннюю кухню студии не залазил Ну, как-то... слишком много новичков получается Что еще? Сценарий встречи с Айлин был написан Каан Инсия из дизайнерской команды Чтение того, что написали другие всегда приносит мне огромное удовольствие Думано тому, как один человек, неважно насколько он умен или креативен Не может мыслить за всех Я взглянул на взаимодействие Айлин и Сода С другой точки зрения после прочтения разговора между ними Мне очень нравилось, как члены ансамбля сталкиваются с нашими ребятами на каждом этаже И ведут просто реальную, ну, такую дискуссию За мировоззрение У них там схожие какие-то точки зрения Ну есть, то есть, точки соприкосновения Но при этом мы видим, насколько наши... Эмм... Ребята, да? С подавленными ядрами, увидевшие суть Эмм... Интересней мыслят, что ли Это вот действительно очень важный момент был Во время написания сценария я изо всех сил попыталась погрузиться в Айлин Я думала о том, как бы ощущала себя И говорила в ее шкуре Просто маленькая инди-студия работает Ну, в плане иммерсивности больше, чем крупная Когда ты представляешь себя в положении человека, который сильно от тебя отличается Создаваемая тобой история будет меняться в зависимости от того, насколько ты ему сопереживаешь С этой точки зрения, мне кажется, что я во многих аспектах могла поработать на Айлин лучше Какой? То, что как-то эмпатии не хватило И не хватило воображения поставить себя на место Или не хватило сопереживания Не хватило чего? Вот это вот очень интересная тема Канесе, я так понимаю, это и есть КЕС Да, в комментариях Действительно стоило восполнить пробел касательно Айлин Потому что, ну, реально интересная информация Да, вот эти вот все члены ансамбля Такие воспоминания, да Такие просто Столько времени мы провели Пытаясь все это дело пройти 10 серий на весь ансамбль Ё-моё Это было, конечно, сильно После этого мы возвращаемся к черной тишине Ну, то бишь, была уже черная тишина Роланд Но тут имеется в виду конкретно Ну, спичка с ним Когда ушедшие ангелы были И все такое прочее 5 фаз Роланда Где я просто офигел от того, что там может быть А потом игра такая Ну шо, реализация Геттера Которая просто чудовищная Это было, конечно, сильно Еще раз Роланд в озвучке Сона Сухон Похлопаем ему просто все это Гигант просто озвучки Просто невероятный Так что я хочу, чтобы ты не отвлекалась На дурацкие мысли И оставалась верна своему желанию Свободы и мести Помните? Блин, это одна из самых грустных Боже, что мой сэн, которая была в игре Вот эта вот Конфронтация Анжелы и Роланда Как они просто с тоской друг на друга смотрели Понимали, что Ну, чему быть Того не миновать Но потом мы вывели на чистую воду Всю эту ситуацию То, что Не обязательно идти до конца В своем желании мстить Ведь именно тут мы могли получить плохие концовки За Анжелу и за Роланда Которые просто мрачняк Особенно за Роланда А если ты хочешь пойти на истинную концовку Ты просто страдаешь еще больше Просто боль и страдания Не могу решить Тридцать три года Мужской пол Бла-бла-бла Сто семьдесят восемь сантиметров Пятнадцатого мая Кстати Ну, хотел сказать Не так давно Но По идее Три месяца назад Три месяца четыре Мстительный Но при этом Неуверенный И хладнокровный У человека Разбита, блин, жизнь У него вон там Не особенности Не любит Не любит Не хобби Ранг Странно Что не понятно Ну, то есть он как бы уже И не первого ранга Но не имеет уровня света По факту Да Хотя по силе Ну, он же здесь исказился еще Причем исказился очень жестко И мы вбивали в него Его суть Ну, ты бишь, смотри Допустим В реализации Анжелы Да Она примеряла на себя шмотки Различных аномалий Ну, можно это считать За искажение или нет Не знаю Но тут были такие фазы На которых просто Какая-то чудовищная жесть Происходила Особенно на второй Так что Ну Сейчас мы до этого доберемся Что пишет? Давайте Делаем вот так Ну, блин Ну, вот эти вот Его атаки Когда вот он в маске С вот этим Арсеналом оружия И вот, казалось бы Обычный челик В костюме И при этом Насколько Сделать его атаки Запоминающимися Да Вроде Ну, обычное Черное-белое Все Но при этом Ты понимаешь Да Это черная тишина Это все Арсенал черной тишины Когда я создавал Фантом Анжелики Меня попросили Сделать ее позы Такими Что казалось Что Роланд Пытается Ей подражать Список референсов Включал также Спрайты Черной тишины Сделанные Другим членом команды Я хотел создать Похожее ощущение От того Как Она Предстает Перед противниками То бишь Она же выше Его по рангу Была Анжелика И он тянулся За ней Да Как за лучиком Света По сюжету И Что Что в бою Тоже нужно Это отразить Это очень Интересная тема На самом деле Вот это Это просто Кошмар Какой-то Вот эта вот Фаза Знаете Она Очень сильно Мне напоминает Волчару Из Скажи я скажу Из Лимбус Там тоже Вот эта вот Огромная туша И там Обугленные Тела На ней Ну Похоже Чем-то Мне вот Писали Что эта штука Это Кошмар Из пережитого На дымной Войне И возможно Что-то Подобное Да Что Роланд Увидел Да Суть старой Эль Корп Как они там Получали энергию Где-то Это было написано Я вот не знаю То ли это будет Написано здесь То ли То ли Из комментариев Там С Ну Разработчиками Боже С интервью Да То ли С какой-то Другой Ну Не знаю То ли Откуда-то Еще Люди Получали информацию Что старый Эль Корп Там какие-то Души Сжигало Это просто Какая-то Сатанинская Была Фигня Ну То бишь Грубо говоря Новый Эль Корп Она Это такая Чистая Возобновляемая Энергия Да А то Это типа Знаешь Как угольная Электростанция Где Окей Просто Сжигаем И кофиг Напишите Откуда Эта информация Ну если Этого Не будет Написано Здесь Каждый Акт Этого Приема Показал Неистовую Борьбу Роланда С фиксацией На прошлом Это Привело К неистовой Борьбе Команды Программистов Со множеством Багов И все Таки Радо Что последняя Битва С черной Тишиной Похожая На бой С боссом Вышла Такой Крутой В смысле Похожая Это же Просто Был кошмар Я помню Я первую Фазу Проходил И такой Блин Потненько Чего-то А игра Такая Ну что Вторая Фаза Потом Третья Четвертая Пятая Я чуть Не очумел Когда Понял Что это бой На 5 фаз Будет Ну как Реализация Натуральная Это было Реально страшно Вот это Сражение Где были Фантомы Ладно Это будет Позже Я просто Думал Что оно Будет Тут А вот Эти Плещи Отходы Вот этот Задник Который Специально Для этого Нарисовали Это просто Кошмарное Топливо Просто Найтмейр Фьюэл Из Дон Старого Я не знаю Почему я это Вспомнил А на заднем фоне Как будто бы Знаешь Какой-то Столб Земной Из Плавленных В него Тел Хотя Это на орган Похоже Или знаешь Какая-то Обратная Сторона Вот знаешь Вот как Пианист На огромном Органе Играет Это как будто Бы Подземная Часть Этого Пианино Не знаю Почему-то Мне вот так Кажется Хотя Это очевидно Отсылка На старую Эль Корп Но мы про нее Знали Преступно мало Но это Кошмар Потом Вот в третьей фазе Когда Ролан Превратился В такого Темного Рыцаря Не с маской А реально С герой Вместо лица С огромным Темным Клинком И сам На такого Скелета Стал Похож Это просто Невероятнейший Образ На самом деле Что пишет Роланд Был персонажем Чей взгляд Был устремлен Назад Во многих Смыслах Забавно Да Назад Как будто В себя Поэтому маска Такая Когда он Впервые Встретился С Сальвадором Роланд Постоянно Нервно Оглядывался И открылся Для внезапной Атаки Было дело Но было Время Когда Роланд Мог смотреть Перед собой И думаю Именно встреча С Анжеликой Изменила его Жизнь Как в жизни На самом деле Часто бывает Теперь Когда Анжелики Больше нет Он вновь Смотрит Назад И с тоской Вспоминает Прошлое Для Роланда Анжелика Ангел Который Принес ему Одновременно Много боли И счастья Одолеваемый Скорбью О потере Своего Ангела Помните Ушедший Ангел Роланд Бесцельно Бродит По земле Пока не встречает Другого Ангела Анжела Ты Анжела Источник Страданий Роланда Но в то же Время Она дает Ему Причину Жит любой ценой Я помню Как члены Милли В процессе работы Объясняли нам Что Гон Энджелс Воплощает Решимость Роланда Убить этого Ангела Собственными руками И не оставить Позади Ничего Подожди Члены Милли Объясняли нам Они поняли Суть лучше вас И вам Объясняли В чем суть Их песни И суть того Что вы не вкладывали Но Милли Это страшные люди Я говорю Это просто Это просто Жестко У них Каждая Песня Это такой Маленький Шедевр В плане Вложенного Смысла Что ли На самом деле Вот эта вот Динамика Роланда И Анжелы Пока что Самая любимая Вообще Во всей Наверное Вселенной Очень жалко Что мы их Скорее всего Долго не увидим Может быть Увидим В Лимбусе Через 300 лет Кто его знает Но пока там Концентрат идет На историях Наших грешников Маловероятно Что будет Чего-то Подобное Так вот Что я хотел сказать Блин Нифига тут Артов На одну Черную Тишину Мы очень быстро Идем Вот это вот Призрак Анжелики Который Действительно Очень похож На движение На самого Ронда Но спрайты Опять уникальные Да Опять Мы не видели Ничего подобного Ну вот Во всей Вот игре И вот этот Танец Света И тени Да Именно Не добра и зла Вот этого Света И тени Как они там Друг на друге Комбинили Там Какие-то Точки Были Вот это вот Все Я не помню Как назывались Все вот эти Вот спилы Но это было Просто Превосходно И вот эти Вот арты Да Вроде бы там Анжелика Там Сражается Или Роланд Который все еще был Ну такой Темной версией Себя В тот момент Да Ну то есть там Отражение битвы С кровавой Красной ночью Их единение И все такое Прочее Но Вы понимаете Удивительно Что больше никаких Текстов На черную тишину Нету И Это как-то Окей А вот дальше Вот две последние фазы Где мы добиваем Роланд Смотри Даже отдельный спрайт Есть на каждой Из его оружий Вот на двуручный Клинок На еще один На Мушкет На какие-то Сабли Молот Топоры Пистолеты Рапиры Блин Какие-то Какие-то даже Когти Клинки Это же просто Офигеть Это Человек Арсенал Просто вот Человек Арсенал Помню Была довольно Неприятная У него Четвертая фаза Где Подожди Это в четвертой фазе Где он ронял Оружие Да Это по-моему Он ронял оружие С неба И нужно было Успевать что-то делать Потом он еще Четыре дубля Своих создавал Это было страшно Но Песня Милли на фоне Вот эта вот Финальная форма Роланда Когда он просто Такой Все я задаюсь Просто убей меня Сидит на земле Это Такие сильные Воспоминания Что Как минимум Ради них Я хотел бы Перепройти игру Если бы у меня было время Но Его нет К сожалению А смотри И тут дальше продолж Ооо Так 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 Да у него же было Воспоминания Еще насчет того Что в принципе Происходило В библиотеке Воспоминания Там И о Лафтауне И о Йори Все что ты завершила Да Вот это вот Все что ты сделала Стоило ли оно того Из-за тебя Все ангелы Исчезли Ну Понимаете Да Это такой важный момент Когда мы вводили В фазу Существа Существа Поняли Монстр В том размере Который запросили Изначально Был таким большим Что его куб скорости Не было видно На экране И нас это Рассмешило А когда по нему Попадало умение Вроде дисциплины Он болтался Как воздушный шарик И мы снова Начинали смеяться Мы смеялись Мы смеялись Над кошмарами Внутри Во второй фазе Приема Черной тишины Темной сцены А темой Сцены и страниц Стала Дымная война Ну вот Сломы кубиков Были добавлены По причинам Относящихся К представлению фазы То что существо Умирало Намного быстрее Чем во время тестов Навело на мысль О том Что возможно Нам стоило Сделать его Да как Да ладно У вас и так Самый жесткий контент Что этой игры Что Лоботомки Это просто Кошмар Блин Ну как минимум Для меня Чувствую в Лимбусе Такое тоже Возможно Наверное В будущем Но пока что нет Текст во время Последней фазы Это то что Роланд Бормочет В разговоре С Анжеликой Однако Его слова Относятся И к Анжеле Это не только Комментарии Роланда О текущем положении Дел И приближающейся Мести Но и тема Над которой он Часто Да Задумывался Да Ушедшие ангелы Жи играют Только в последних Фазах Из-за тебя Все ангелы Исчезли Да Блин Вот эти вот Концовки Концовка Анжела Когда она стала Ледяной королевой Концовка Когда Анжела Простила Ронда Но он Не смог простить ее И убил Но сейчас Давайте дочитаем Третья фаза Меланхолична И Роланд В ней вспоминает О битвах Бок о бок С Анжеликой У меня было много Колебаний По поводу дизайна Особых свойств И каким же было Предполагаемое решение Поведение Близкое к мерцанию Я уж не помню Откуда это И прочее Потому что Я хотела Показать их Слашенность В четвертой же фазе Хотела подчеркнуть То что Роланд Погряз Безысходности И агонии Вновь переживая События прошлого После того как я После того как он Потерял все Я рада что Игрокам это Понравилось Да нет Муны делают Прекрасные моменты Они вот садятся И делают Маленькие шедевры Вот серьезно Так хочется Встречу с черной Тишиной Пережить Но я понимаю Что это будет больно Насчет концовок Отвергнут Роландом И Анжела Позволит себе Быть охваченной Этой скорбью Чтобы постигнуть Свободу Да но Свобода Какой ценой Мне очень нравится Последний арт На самом деле Где она превращается Реально В снежную королеву А вот эти вот Фракция Искателей Книг Это фракция Я правильно понимаю Что созданная Анжелой То есть там же Ну было что то Что вот мол Мы там По Твоей Твои указки Ищем книги По городу То бишь Библиотека уже Не пожирает Частички света Она просто Хавает Все что только Может Да И Анжеле Нужны прям Вот отдельные люди И один из них Взбунтовался И дошел До сюда Как просто Рейдовый Рейдбосс И Анжела Просто поддалась Потому что Уже нет никакого Смысла Идти дальше Да По такому пути Но еще более Грустная концовка Роланда Когда Анжела просила Роланда И отпустила Все чтобы Вернуться к тому Что было прежде Ну точнее нет Анжела Это простила А вот Роланд Нифига не простил Роланд Отверг ее И Он теперь Добьется Отмещения Этим последним Шагом Очень грустная Тема Они даже Вот отдельный Фон Бара Нарисовали Для одной Единственной Концовки Даже Там вот Я правильно же понял Что все его Старые товарищи Просто как Цезаря Блин Его закололи Да Как Цезаря В Сенате Вот этим вот Оружием И там Очень была Интересная И Супер Депрессивная Фраза Что Просто Человек Уплыл Там По канаве В глубину Черную Тишину Это Такой просто Такая Депрессия Невероятная Ты понимаешь Что И одна Концовка Очень сильная И вторая Такая же И они подходят Вселенной В принципе Мне ты знаешь Как-то напоминает Сюжет Боже Что мой Блин Убийца Акама По-моему Называлась Да Эта тема Где просто Умерли Все Ну почти 95% Персонажей И это Органично Выглядело Но при этом Было Супер Грустно И Я рад Что здесь Существует Ну такая Идеальная Типа Концовка В которой Все более Или менее Хорошо Но Если бы Муны Плохую Концовку Сделали Каноничной Вот это Было бы Реально Смело Как мне кажется А Да Подожди Они серьезно Под реализацию Кетера Решили отдельную Завести Да ладно Ну не Ну ладно Я это не против Ну блин Ну вот эта вот Реализация Кетера Это просто Сумасшествие было Когда он Прощает Анжелу Начинается снова Вот этот вот Луч света Начинает Вить Противостояние Скармен Буквально Повторяется Финал Лоботомии Но под другим Соусом Мне из-за этого Очень нравится Библиотека То что она Переосмысляет События С одной стороны С другой стороны Она раскрывает Анжелу И делает ее Просто одним Из самых Моих любимых Персонажей В плане Глубины И проработки И то что это Реально Единственный момент Когда мы Йозе Чтобы делать Другим Причем ее Движения Они Дополняются Этими Аномалиями Да То бишь он Когда стреляет Из пальца Этот Боже Ты мой Кухарный Мертвых бабочек Тоже самое Делает Анжела Или Когда Коготь Мишки Бьет вниз Анжела Тоже Бьет вниз Или Ну вы понимаете Это очень красиво Сделано Я вот честное слово Этого Даже Не Замечал Внутри Самой Игры Кто пишет С тобой Точно Все будет Хорошо Если Ты Откажешься От Всего Этого Это Вроде Роланд Говорил Что Типа Мы Можем Все Отвергнуть Все Отвергнуть И вернуться К тому Откуда Начали И Выбрать Другой Путь Это Я Уже Придумал Но Мне Нравится Думать Что Было Чего Подобного Работать Над Сердцем Стремления Было Очень Хлопот Понимание Того Что Изобразить Все Детали Было Сложно Сам Дизайн Был Душераздирающим И Гротескным Рисование Сосудов Было Особой Болью Сплошные Красные Оттенки Мешали Мне Концентрироваться Работать Над Снежной Королевой Наоборот Было Сплошным Удовольствием Ее Дизайн Прекрасен И У нее Есть Конкретная Тема Снега И Льда Так Что Работа Над Эффектами Спрайтов Прошла Как По Маслу На Самом Деле Первая Фаза Боже Отдельные Пять Выпусков Которые Я Потратил На Реализацию Хетера Это Такой Кошмар Был Я Бо Просто Очумел Если Бы Не Было Сейв Пойнтов Между Фазами Это Был Был Кошмар Потому Что Даже Первая Фаза Резак Запястья Резак Запястья Это Кровавая Ванная Сердце Стремление Первая Фаза Была Или Вторая Я Помню Что Или Резак Запястья Прошлая Анжела Которую Единственный Раз Увидели В игре Такой Кайф Увидеть Переосмысление Ее Дизайна Угловатого Из Лоботомии Хотя Мы Прекрасно Понимали Что Это Отражение Кармен И все Такое Прочее Это Вот Я Хотела Жить Желание Жить Было Сильнее Всего На Свете Тогда Сожаление Наконец Заставило Меня Содрогнуться Да И На самом Деле Так Здорово История Кармен Отражает Историю Анжелы И Вот Знаешь Такой Ураборос Их Судя Как Одна Превратилась В другую По Факту И Кармен Это Анжела Анжела Это Кармен Да Это Не Совсем Так По Факту Это Отдельный Персонаж Кармен Имеется Ввиду Но Вот То Что Произошло С Кармен Это Так Жестко Рефлексирует На Самой Анжеле Что Как будто Это Знаешь Такие Ментальные Сиамские Близнецы Или Чего То Что Еще Глубины Само Собой Добавляет Забавно Что Вот Эти Вот Ее Анализации На Разных Этажах В том Числе Это Как Двери В этой Лоботомии Да Которые Надо было Открыть Чтобы Выйти В концовку Чего То Вроде Того Ёма Да Вот Вот Оно Стремление Со Взрывами С Супер Жестким Уроном По Всему Да Вот Это Вот Фигня Настоящее Лютое Кошмарное Топливо Вот Эта Фаза Особенно Вот Некоторые Ее Атаки Это Просто Дичь Какая Я Понимаю Да Там Очень Сложные Атаки Как Папилляры Какие Это Просто Похлопаем Художникам Что Пишет Общий Опыт Раздумий Над Прошлым Анжелы Во Время Разработки Прошлых Реализаций Помог Быстро Сформировать Общее Представление О Последнем Эпизоде Его Фазы Отражают Смерть Кармен Процесс Создания Анжелы После Истинной Концовки ЛС И Момент Когда Анжела Была Отвергнута А Так Как Это Был Последний Кусочек Контента Для Игры Каждый Член Команды Работал С Максимальной Производительностью А Потом Пришел Дестургнутый Ансамбль А Потом Пришли Люди Главы А Потом Истинный Финал Я Говорю Игра Просто Такая С Еще Десять Часов Сверху Это Конечно Да Я Про Что Хотел Сказать А Смотри Вон Там Эго С Реализацией Кот И На Цах Забавно Что На Цах Он Как Будто Бы В Зале Стоит Да В Зрительском Анжела Стоит На Сцене Очень Забавно Тут Играет Трек Который Я добавил В музыку Лоботомии Да От Беро По Моему Из которого Я использовал Арт И Потом Он Мне Написал Типа Убери Я Убрал Но Трек В плейлист Я Добавил Можете Посмотреть Там Тоже Что Типа Все Марионетки Играющие На сцене Или Это Боже Что Мой Драматургия Хисед Мой Беро Тоже Оба Трека Лежат В плейлисте Можете Покопаться На Канале Не Знаю Почему Но Так Много У меня Выдуманных В голове Фанфиков Насчет Сближения Анжелы И Айна Например Вот последний Трек Мили Который Никак Не относится К Ну Муновской Вселенной Который Опиум Да Там Просто На Обложке Девушка Прекрасно Напоминающая Анжелу То Что У нее Вот Часть Волос В В воде Как будто Что Типа Вот Это Мое Прошлое Это Забытое Длинная Часть Волос Короткая Часть Волос Она Типа Ну Не В этом Самом То есть Это Мое Настоящее Да И там Еще Кто-то Лежит На фоне И то Как Девушка В песне Извиняется За расставание Без тебя Бо я не прошла Такой Долгий Путь Но Как было бы Здорово Если бы Ты был Здесь Сомневаюсь Что Анжела Бо так Думала Про Айна Она Его Ненавидит Но Было бы Очень Здорово Если бы Она Пришла К тому Что Приняла Айна И Его Как Часть Ее Жизненного Опыта Чего-то Вроде Того Хотя Он ее Мнимый Отец Там И все Такое Прочее Но Не знаю Мне очень Нравится Думать Про Вот Эту Всю Тему Это Было Еще В World Execute Me С этого Все У У меня В голове Началось Хотя На самом деле Вся Песня Об этом О расставании О продолжении Движения Вперед Ну Вот Насчет Такого Но И Насчет Того Что Прошлое Продолжает Тебя Терзать И Все Такое Прочее Многие Люди Скорее Всего Отрефлексировали В реальности На какие-то События Там Один Человек Писал Ну В этих В английских Комментариях К опиуму Например Что Эм 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 Как говорится Прям Невероятно Как бы Сказать По-русски Та Могу Себе Представить Вот эти Эмоции Которые Передаются В песне Потому Что Вот У меня Была Девушка Невероятно Количество Лет Назад Которые Я Любил Но С Которой Мы Расстались И Прошло С тех Пор Много Лет Живем Мы Разными Жизнями Но Тем Не Менее Я Иногда Продолжаю О ней Вспоминать Это Такая Грустная Вещь Просто Невероятная Причем Касается Не Только Любимых Людей Да В этом Смысле Но И Родственников Каких Небудь Там Которых Нету Или Чего-то Вроде Того Ну Меня Просили Сделать Обзор На Опиум Я Такой Сделал Быстрый Раш Момент Не знаю Кому Это Надо Было Анжела Я Такой Же Человек Как И Все Я Думала Что Пожертвовав Собой Ради Других Я Обеспечу Всем Лучший Конец Но Этого Не Произошло Когда Хочешь Как Лучше Получается Как Всегда Именно Здесь Мы Понимаем Что Это Все Слова Кармен Ну Как Я И Говорил Кровавая Ванная Где Умерла Кармен И Родилась Анжела По Фактам Марионетка Как Же Это Прекрасно Отражает То Что На самом Деле Происходило Во Время Лоботомии Как Айен Там Дергался Ниточки Всех Расставил На Сцену И Все Твое Прочее Замечательные Вот Эти Вот Воспоминания У Тиферет Гебури И Сэди Да Помнимаем Что В этом Мире Существует Человек Способный Искренне Пожертвовать Собой Ради Других В конце Концов Люди Могут Любить Лишь Себя Так И Есть Большая Часть Людей Эгоисты А Те Кто Ну Такие Как Они Называются Альтруисты Их Ждет Как Правило Не Очень Хороший Финал Сам Знаю Многих Людей Которые Готовы Отдать Все Сделать Чтобы Было Чужим Лучше Ну Тобишь Своим Да Там Родственникам Любимым Людям Отдать Последний Тусок Как Говорится Те Кто С ними Хорошо Обошелся Также Обойтись С ними Хорошо Но не факт Что в будущем Такая Динамика Продолжится И Как правило Такие Люди Заканчивают Сожалением Насчет Своих Действий Даже Не с Сожалением А с Сожалением Насчет Мира Что Люди Сволочь На самом То Деле Вот Даже Если Пытаешься Культивировать Добро Лично Знаю Нескольких Людей Вот Серьезно Что пишет Персонаж На резинке Кармен Это Коми Резинка Была Подарена Ей Айном Это Самый Дорогой Подарок Для Кармен Так Подожди Это Мишка Мишка Коми Да Лор Города Как Мишка Камишка Из Дисторшина Да То есть В кого Переоплотилась Юрия Да И мы Так и не узнали Чего с ней В оконцовке Случилось Блин Закончите Работу Над Детективом Твою мать Сколько Можно Снежная Снежная Королева Это То Кем Стала Анжела Во время Событий Лоботомийных И Выглядит Она Просто Потрясающе Стандартный Персонаж Синими Волосами Ну Которые Закрывают Глаза Ну Много Таких Персонажей В разных Анимешках Да И в произведениях Видел Что пишет Я нашептывала Людям Сущность Жизни Чтобы Они Ценили Свои Собственные Чувства И Думали Только О них Эгоизм Чтобы Изменчивая Природа Разума Обнажилась Мир Вот Они Воспоминания О Окме Да Обине Которая Повергала Адскую Птицу Апокалипсиса И На самом Деле Здорово Да Как Вся Эта Тема Дала Последнюю Реализацию По Факту Анжели Насчет Себя У нее Там Даже В конце Ульта Которая Она Все Это Разбила Это Зная Себя Это Только Анжела Полностью Стала Целостным Персонажем Только К концу Библиотеки По факту И Очень Интересно Узнать Куда Ее Теперь Заведет История В Такой Форме Скажем Так Но Вот Имеем Что Имеем Но Раскаяние Это Просто Наш Пять Фаз Пять Стадий Принятия Блин Кто бы мог подумать Что здесь будет Это Молчаливая Девушка Вообще Вырезанная Аномалия Из Лоботомии И И когда Ты думаешь Что Все За Одну Фазу Проходится А Там Вылезают Вот Эти Остаточные Желания Шепчущие Инстинкты Молотые Гвозди Пам 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 Энкорп Вся Фигня Но Нет Но В целом Суть Сохраняется Да Боже Я еле Еле Эту Фазу Прошу Это Такой Кошмар Был Я думаю Вы помните Что пишет Реплики Анджелы В коне Были написаны На основе Добродетелей Которым Она научилась У главных Добродет Библиотекарей Да Но Они показаны Не в порядке Исследования Реплики Кармен Отражают Чувства Анджелы Из прошлого Я хотел Показать Как Анджела Остается Непоколебимой И шаг за шагом Преодолевает Испытания Так что Специально Попросил Разработать Систему Где Реплики Будут сменяться В зависимости От состояния Боя Серьезно То есть там Состояние Боя Это фазы Или Это интересно Это вот Последняя Реализация Анджелы Это просто Произведение Вообще Все в принципе То что мы Видели В конце Игры Самые Важные Сюжетные Геймплейные Моменты Игры Выполнены На все Сто Потому что Вся команда Слаженно Работают Они все Вовлечены В процесс Типа Не ради Денег Или чего Там Хотя Ну да Им платят Я скорее всего Уверен Скорее всего Они не в подвале Живут Не работают Из-под палки Джи Хуна Может быть Может быть Но Они прям Все вовлечены Сделать Максимально Качественно Чтобы Вот эта Моя там Работа Коллективное Творчество И все такое Прочее Показывает Как Какими Могли бы Быть Игры Если бы Всем Относились К подобному Ну Таким Образом Кармен Буквально Единственный раз Когда мы Видим Кармен За всю Вселенную Ну да Да Там была Такая тема Что вот Мол Мы там Видели ее В лоботомии Да Где она там Лежала Мы особо Не видели ее Глаз Потом они Появились Но опять Это переработка Внешки Кармен Кармен Просто такой Закулисный Антагонист Нет Хороший Персонаж Нет Она просто Человек Просто Отражение И вот Кстати Тот самый Арт Про который Я говорил Что Так это Похоже На Начальный Один из Начальных Артов Лимбуса Да С этими Вот Положенными Набок Какими-то Колоннами Наверх Только Сейчас тут Светит Свет А Когда Приходит Сюда Дан То Оно все Заляпано Кровью И там Адские Врата Рай И ад В одном Месте Я уверен На 300% Что это Так Рай И ад В сердце Любого Человека Если Будет Так То Все То Все Я Максимально Сконцентрировался С Игрой Я рад Видеть Что здесь Очень Много Именно Артов И Очень Мало Болтовни Всякой И Остановок На Конкретных Местах Хотя Было Было Интересно И Про Это Послушать Тоже Это Означает Что Мы Вполне Себе В Нормальном Темпе Движемся А вот Дальше Искаженный Ансамбль Как будто После этого Игра Должна Была Закончиться Но Челики Скаженного Ансамбля И Не Только Но Я Думаю Вы Помните На Удивление Быстро Был Пройден Искаженный Ансамбль Одну Серию По-моему Это Было Но Вы Помните В Отвече От Искажений Которых Мы Видели До Этого Эти Люди Смогли Сохранить Рассудок И Контролировать Свои Силы Это Похоже На То Как Человек Отточивший Свои Эмоции Способен Обращаться С ними Мне Больше Нечего Добавить Про Них Я Могу Лишь Надеяться Что Они Не Сожалеют О Выборе Следовать За Своими Желаниями До Женей Окутались В Свете Преобразились И Все Равно Готовы Идти Это Просто Я Понимаю Что это Антагонисты Но Это Самый Невероятный Антагонист И Которых Я Только Видел Снова Решили Про Роланда Рассказать Как Он Вернулся Из Черной Тишины В Самого Себя Теперь Он Стал Контролирующим Себя Спокойным И Уверенным Снова Парнем Который Любит Готовку Разговоры Дружелюбные Манеры Паджон Гукап Жареные Сэндвичи Из хам-хама И Любит Еду С малым Количеством Специй Да Как Здорово Передано Возвращение Обратно Перерождение В этом Свете Понимания Даже Для Самого Роланда Как Он Снимает Маску В конце Вот Роланд Анжела Просто Тупище Персонажи Лучше Просто Не Существует Но Это Импо Моя Такая Тема Что Пишут Блокирующее Восприятие Маска Позволяет Носителю Скрывать Своё Присутствие В толпе Так же Как и Перчатки Это Редкое Устройство Она Заставляет Всех Кто Видит Носителя Воспринимать Его Как Обычного Прохожего Мелькающего На Периферии Зрения Именно Поэтому Большинство Людей Не Могло Знать Роланда Когда Он Носил Перчатки Жены И Считало Его Черной Тишиной Вот Оно Что Михалыч Единственным Что Отличала Его Была Окружающая Его Тишина Сдаваемая Перчатками Сперта За Которую Известен Черная Тишина В игре Мы Намеренно Не Стали Прямо Говорить О том Существует Ли Черная Тишина И Кто Он Время Последнего акт истории анджелу истории анджелу не волновало был ли роланд истинной черной тишиной или нет хоть он и не был цветом ролан все еще обладает навыками достаточными чтобы заполучить доверие чарльза и принять на себя роль лидера в его офисе а да кто же он был лидером а я думал просто да ладно там же говорили что он был не самым надежным человеком ролланд разве нет юран дали единственная оружие которое ролланд использовал изначально туда там сказание вот тут все британские вот это вот влюбленный ролландом вся фигня это же там рыцари карла великого у меня в голове это как отражение рыцарей круглого стола там и все такое прочее дюран дали наш типа легендарный клинок по моему это типа из французской мифологии дюран дали да все-таки не из британских и не экскалибур какой-то напишите прав я в этом или нет тут я так понимаю да снова будут самые возвышенные версии всех ребят из ансамбля но что сказать филипп который превратился просто просто солнца затмения в ангела затмения это просто самое самое невероятная его форма но вдумайтесь он от обычного пацана перешел к форме пацана в эго потом превратился в плачущих детей потом превратился в члена ансамбля который мог возжигаться в процессе и теперь превратился в это даже такой долгий путь ё-моё я лишь надеюсь что никому не придется страдать так как мне и он до самого конца даже после перерождения в свете шел до конца я заметил что многие с трудом находят отсылки на гретту и филиппа на фоне да там же были фоны да на ассей бри и а целути отсылающих сразу на всех ребят то бишь вот это это вся ассия боится сразу с четырьмя челиками одновременно это было очень страшно когда как даже битва с каждым из них была жесткая тут сразу 4 предметы свисающие с крюков отсылают на гретту а свечи на самом заднем плане на филиппа гениально просто мне было сложно думать над тем какой звук времен будет издавать после искажения частью ребята из студии им предоставили нам озвучку которая не слишком отклоняется от звучания остальных членов ансамбля но все еще достаточно таинственная я был рад ее раздобыть она была похожа на музыкальный инструмент да учитывая то что сам времен похож на по факту искаженный музыкальный инструмент он же собственно играл музыку из себя даже в своей обычной формы теперь ему не надо даже трубы из себя доставать они и так тут есть у него была озвучка как бы всех членов искаженного ансамбля как будто бы знаешь с эхом таким как будто бы это призраки с той стороны какие-то помните да было дело алин вообще до неузнаваемость изменилась мало того что она прям реально в такого ангела с дырой в голове я с кучей вот этих вот будешь ты мой шестеренок да с какими-то вот крыльями это реально какой-то архангел она полностью изменилась то есть ну я думаю вы прекрасно понимаете о чем я говорю примета дар чем больше ты будешь сопротивляться потоку тем больше приблизишься к неудачам ну да и так говорят абсолютные эгоисты которые свои желания ставят превыше всего нос сила алин в том что она свои желания ставят совместно желаниями ну точнее как не желаниями большинства сделать так чтобы все следовали потоку то бишь это сила общества стоит за желаниями алин в том числе поэтому вот она примывает мозги алин выглядит тонкой и хрупкой но сильный звучит иронично но это и правда так мне нравится это ее сторона может ее поза были сделаны в стиле в котором я больше всего был уверен пишет чувак ну да ну конечно грета просто сняла все костюмы с себя и обнажила все вот эти вот зубки и лишние глаза чтобы еще больше видеть тебя чтобы еще больше кушать тебя поцелочки на большого и страшного серого волка вот это вот огромная дыра у нее на груди вот выглядит реально как будто бы она просто пустая изнутри и рты просто пожирают все на самом деле да гретку реально показали со стороны хищнической и пожирающей анис ну что и что она мол готовит изысканные блюдом блюдо не похоже ни на что что ты когда-либо ел разве тебе не хочется попробовать разве у тебя не текут слюнки от одной только мысли да но это приводит тому что надо попробовать всего яркого что есть в жизни будь оно полезно или не очень также излишеств я увеличил лазер которым филипп выстреливает при использовании ран из орби смысле о том что ему не помешал бы визуальный апгрейд после первого столкновения с кошуным ансамблем однако результат был очень похож на энергетические выстрелы которые часто встречаются в известных комиксах так что пришлось откатить изменения да ладно он бы просто стрелял лучеметом смерти из погасшего солнца это же настоящий аниме что вы еще хотели ну для таких мощных персонажей сейчас остальных прочитаю тут будут да вы просто посмотрите на этого филиппа посмотрите на его способности посмотрите на невероятную карту его ульты где просто сверхновая взрывается это же такая сумасшедшая работа если вдуматься да и львона эллин которая просто ангел ангел спустившийся с небес который приведет тебя к правильному исходу и даже это вот эту форму поднятия наверх когда она бафает всех оставили такое же свет светит сзади затеняет ее перед и выглядит устрашающе на самом-то деле что касается бременно вот эти вот и гу-го га в кудах как так вот это вот все мы все прекрасно понимаем дизайн плачущих детей был таким роскошным что мы раздумывали над его изменением чтобы он своей пышностью не заслонил искаженного аргалия каждый из трех дизайнеров занялся дизайном уровне одной из частей второго приема искаженного ансамбля забавно что каждый вот из дизайнеров реально приложил руку вот этому всему это вот м пик кода кульминация прекрасного творчества ну высказанного до самовыражения в библиотеке это прям невероятно прекрасно а грета но она просто идет и хавает идет и хавает пожирает буквально всем своим телом может наброситься и сожрать себя это страшно это прям кошмарное топливо как я и говорил ну а что касается бремена я не помню он просто огромный граммофон который играет музыку садьбы музыка на этом этаже и фон это просто шикарно это такое экстази невероятное что запустите себя сюда дремлющее течение ему здесь очевидно понравится эти вот тушки животных свисающих сверху какие-то инструменты какие-то свечи на фоне вот эти вот света невероятную работу провели по смешиванию стилей всего и вся мне кажется что пишет при разработке битвы пришлось подумать под многим от количества кубов скорости до распределения массовых атак и особенности отдельных персонажей я придумал действие где айлин и бремен поддерживают союзников пока филипп и гретто выступают на передовой я помню как долго раздумывал над всеми пассивками и боевыми страницами чтобы эта битва как можно лучшим было продолжением предыдущие ну да как бы игра заканчивается нужно сделать еще круче еще лучше еще прекрасней муны стандартная практика переходим на брею на средние этажи здесь не менее круто все было много артов я видел с абсолютно искаженным освальдом да где он как огромный клоун мутит вещи да разные забавно что у него рук стало невероятное количество вот это вот таня в стильке какого-то уаджета я не знаю как будто египетская баста это это просто замечательно ее волосы будто плубящийся дым ну а джиху наконец совершил свое куколство да его куколство наконец-то закончено но он на паука мне больше начал напоминать или какого-то не хроморфа из дцпс интересно про это где-нибудь напишут потому что стилек прям очень сильно мне напоминает все дело ну и стиль понятное дело все фона какие-то вот холодные струбов очень много всего напоминающего ну понятное дело в первую очередь освальда цирк но все сшитые существа это очевидно отсылка на джихуна и большая часть к блин какие там карточки там же еще мистер кролик был просто целая страна веселья под покровом да искаженного освальда как он открывает вот было бы знаете очень здорово если битва с каждым членом ансамбля была еще такой как битвы например с птицей апокалипсиса когда противник занимает весь экран прикиньте как было бы круто если бы в какой-то момент освальд бы просто стал таким огромным раскрыл свой внутренний мир скажем так и мы бились по факту на фоне его внутренней подкладки плаща это было бы просто гениально ну мне как так кажется что пишут про освальда ух опять похлопаем всем актерам озвучки они справились невероятно но уже но уже не будем тратить время ведь цветок не ждет дождя иногда у меня мелькает в голове как освальд наблюдает за джихуном создающим нового друга для труппы с сияющими глазами да то есть вот между ними collaboration он может радоваться и развлекаться везде куда бы ни пошел мне нравится поза где освальд бежит при прыжку потому что она наглядно показывает его личность просто такой знаешь вечный ребенок вечно веселый вечно окутанный просто собственное счастье типа ну ой какая именно атака он знаешь он тоже как будто паука такого напоминает как вот он закрывается своей подкладкой как вот он едет просто пеннивайз на максималках но это прекрасно ребят это вот эти вот все позы все это вот как она сделана супер простенький мистер кролик да мистер кролик с этими шариками с этой огромной рукой многие мне писали что они даже ни разу не видели мистера кролика потому что слишком быстро выносили эту фазу а вот видите новые открываются для вас таня лучше не стесняться быть честными с самими собой просто записывайте в книжку цитатник лора до самых значимых персонажей до до всего этого дела лучше не стесняться до битве на средних этажах я была ответственна за действие с маленькой команды из освальда и джихуна и говорила себе что не должна делать больше механик командной работы когда работал на третьей фазе битвы с черной тишиной ну блин это же круто но потом я вернулась к страданиям при разработке еще одной механики связаны с командной работой и еще рисунки на боевых страницах освальда просто прилетает дает там будет дальше нет но рисунки это просто шикарно особенно первое просто невероятно круто выглядит хотелось бы увидеть чего-то вроде того атаки тани где на просто на второй карте да и на 1 просто волчица смерти до с которым встретишься все ван панчман этот тебя вынесет с одного удара у него же был битдаун да она невероятные цифры по моему если правильно помню все у нее складывается к тому что это относительно честный бой где тебе нужно просто ее передамажить но джихун мне казался самым непримечательным в плане дизайна почему-то но потом я увидел как он вот эти вот кольца какие-то мутит что там а изодора делает а изодора беги и как у него буквально из кончиков боже что мой вот этих вот лапок паутинки в лазит обо все такое прочее это реально некроморфы из дэдспейса напоминает один в один у них буквально такая же структура типа того кто пишет разрабатывать атаки джихуна и освальда джихуна ну да атаки джихуна джихуна и освальда было сложно в то время как сам визуал искажений был хорош ни одной из них нельзя было назвать боевым при разработке этих двух искажения думал лишь о том как передать характер и не обращал внимание на то как они будут вести себя в бою частью дизайнеры и художники не пожалели своего времени и нарисовали им подходящие позы вот так вот иногда звучит как будто бы там дизайнеров и художников целый штат на 50 человек потому что создавать такие шикарные работы это нужно знаете ли прям серьезно постараться но я не знаю сколько людей там работают project moon вот я офигеюся человек 10-15 на такой объем работы это же просто не вероятно и джихун говорит разве тебе не хочется отрезать нить что тянут тебя против воли вот это вот марионеточность анджела помните у нее даже финальной песни которую преступно мало людей от меня послушала почему ребят послушайте прямо сейчас я же там даже немножко рифма создал для этого дела что он нити обрезаны марионетки вернулись своим исходным я не помню как там точно переводил нити обрезаны но совсем не тем образом как думал джихун ага то есть свобода не дает вседозволенность дальше там будут верхние этажи но последняя последний комментарий я хотел показать накаченное тело тани которую она прятала под пустилом там нифига себе компрессия костюма видать я взял несколько книг по анатомии чтобы понять как рисовать ее позы вдумайтесь возможность нарисовать выступающие мышцы на женском персонажи выпадает не часто поэтому я был рад ее получить но понятно фетишист а это был крайне важный опыт блин как он пишет говорят что странные сильные персонажи любят вставать такие позы когда я увидел изображение джихуна в полный рост мне стало ясно одно я должен сделать его позы как можно более впечатляющими так что я пытался нарисовать их более преувеличенно по сравнению с первым боем это просто наш ты челики которые фотографируют и такие да покажи мне зверя до ярче вот это вот всем идут художники просто знаешь до идти ночи рисовали да я нарисую плане я нарисую джихуна так впечатляющих это только возможно и просто люди это самое искаживаю получаю собственный эго блин на рабочих местах и мы переходим к верхним этажам где просто елена выглядит как какой-то дракула во платье плута настоящий адский сатана но аргалия сидни 6 как он собственно и был ты чувствуешь эту дрожь существует ли у вертю раз более красивым ритмом мы завершим свою собственную партитуру у что может можно будет играть вечно даже если кажется что у нее есть конец будешь иметь честь запомнить первую ноту этого бесконечного представления так и не понял чего огромное тело в нитях висит на фоне этого этажа но он выглядит просто превосходно сам этаж который идеально отражает суть всех трех участников и позже также было тяжело как же было тяжело закончить прием искаженного ансамбля это было так страшно и у моего ну потому что плута превращал наших людей в своих марионеток там елена просто отлетала аргалия там фигню делал в основном плута был ну проблемой да а потом и вечная битва с аргалией хотя нет аргалия же вообще один же аргалия же отдельно был не нет не был это уже потом люто бешеный махач аргалии роланда был под конец дам когда руланд анджелу из света достал вот темам этот крик аргалии роланд анджела помните какие воспоминания ребят это было по моему в начале этого года мы наконец-то добрались до этого контента елена свободу которую я видела я который слышала было искушением пытающимся затянуть меня в более крепкие оковы очень жалко что мы вампиров больше особо это и не увидели дабл на спирату была елена была та женщина ларьер из детектива искажения но на этом как мои полномочия полномочия мунов закончились посмотрим на смотри какие атаки идет крылья просто такой вампир абсолютный вампир невероятной красоты и стиля и выглядит супер страшно сожалению больше большие головы особо выделялись на спрейтах елены и флота и это преуменьшало их внушительную ауру ну да стыне после боя с момент дуэли роланда ярга али с чиби спрайтами да сцена была вдохновлена фанатским видео которое я увидел в интернете лол а моргали и ролан постоянно обменивались ударами в виде боевых чиби спрайтов и какое-то время смотрел его потом мне пришло в голову что это можно было бы использовать как драматическое завершение битвы просто фанатское творчество приходит в игру именно поэтому такое чувство будто бы сейчас муны так активно используют этот механику раннего доступа да и в лимбусе да да это гача но она выходит реально как будто бы не гача как будто ранний доступ очередной от мунов я чувствую как будто бы многие идеи могут прийти от фанатов в том числе лута таким образом существует ограничение конец в виде смерти да мы обрежем этот конец так у невероятно выглядел все дойдет его плети магические ракеты какие-то контракты и все такое прочее просто сумасшедший противник который в искаженной форме в абсолютно искаженный стал еще страшнее блин но это реально это было страшно я как вспомню так вздрогну эту битву у меня особая слабость козер гали где он поднимает руку словно дирижер сейчас посмотрим мне также очень нравится его приподнятый тон перед началом представления если вы когда-нибудь задавались вопросом нет ли у висящего предмета на фоне нескольких значений вы угадали этот предмет важен и для аргалии и для елены и для плота а мы ничего не скажем нам ну конечно спасибо а можно пояснить чтобы люди хотя бы понимали или ребята у вас может в комментариях найдутся какие-нибудь предположения позы аргалии довольно экстравагантны что отличается от его обычного прослабленного и беззаботного поведения но когда я вижу как он поднимает руки чтобы устроить представление мое сердце начинает биться сильнее восторг в его голосе когда он собирается начать представление которого так горячо желал только усиливает этот трепет энтузиазм аргалии почти что физически ощущался в его поведении как и было сказано в другой части мне очень нравится это его страна блин вот эти вот азиаты которые настолько проникаются своими персонажами что могут как говорится can relate да прям максимально прочувствовать их изнутри технически у меня отчасти есть такая же сторона что я могу прям жестко погрузиться и встать на место персонажа но разумеется когда это твое творение по факту этот эффект очевидно гораздо сильнее что касается аргалия твое представление может и кончается но я надеюсь что ты великолея по-своему великолепно засияешь да они были так уверены что победят буквально до самого конца и посмотрите вот эти вот атаки аргалия вот это вот невероятное представление да он так хорошо играет на пользу да вот этому абсолютному антагонисту который как-то обломался под конец подставившись под удар романда к сожалению больше здесь как будто бы нету никаких описаний ну ладно зато есть несколько офигенных фонов слушай а вот этот вот фон последний до где и происходила битва аргалии ронда это ж типа это ж не отражение тоже основных трудов нет это вообще какое-то новое место как будто бы а серьезно как будто бы это тоже самое место которое вот куда вот искаженная комната анжелы но главная комната библиотеки как мне нравится когда руланд добивает аргалию как будто бы он мечом своим облако пронзает именно то есть волосы его вообще незаметно будто бы это эффект от удара даже скорее ты бишь он ударил знаешь ветер такой воздух разошелся в разные стороны и как мы думали что все замечательно игра пройдена там титры были тут или потом я вот не помню титры были или не было титров были титры а потом люди главы после слове или или нет я вот не помню если после титров это такой лютый пранк от игры невероятный был если до титров то это прям удивительно мягко говоря было потому что люди главы вот эти вот глава ну глава глава глаз и коготь арбитр жене арбитр арбитр глаз и коготь не как они просто внезапно ворвались в конце нашего представления такие наш как а тайный антагонист как будто финалку мы играем весь главный антагонист Да есть тайный антагонист, который на самом деле был. Они не то чтобы антагонисты, они просто пришли с нами покончить, по факту. Мы ничего про них не знаем, ни про Зену в озвучке Габин, ни про Люду в озвучке Ли Минхо, ни про Барала в озвучке Чхе Кьонс. Ну, кроме роста, да, и то, что Зену это определенно точно девушка, которая так идеально передает вайп старой Бины, которая еще, когда она была арбитром, вот этот вот Барал с невероятным голосом. И когда мы еще строили теорию, что Ролан так похож на когтя, удивительно. Ну, а что за существо Люда? Это просто какое-то оцифрованное сознание или что вроде того? И когда мы показали, что противостоять голове в принципе бессмысленно, потому что он придет, щелкнет пальцем, даже его подчиненные, и уничтожит нас на пике силы даже. Это страшно, ребят. Это реально страшно. Имеет ли смысл пытаться чего-то достичь? Ну и удивительно, что при... Даже при таком варианте глава многое позволяет сделать в этом городе. Действующий орган управления, надзирающий за городом. Это настолько скрытная организация, что о ней неизвестно почти ничего, даже символа, кстати, нет. Из-за этого нет почти никакой информации о них, которую я мог бы тут оставить. А, если я и могу что-то сказать о главе, то это... Если кто-то нарушит установленные им правила городом, нарушителям расправятся по-особенному. Зачем были установлены эти правила и каким моральным и этическим стандартам они соответствуют? Я и сам задаюсь этими вопросами. Может, однажды я смогу найти ответы в своем поиске знаний. Про главу... Никакой конкретики. Вот нету, это вот самая главная тайна вселенной. Вот серьезно. И как он получил такую власть? Как он стал на вершине города? Что это вообще такое? Или кто это вообще такое? Невероятно. Интересно, что пишет. То, что коготь носил костюм в прошлой игре, было круто. Но Барау, чеголяющий в пальто, тоже великолепен. Интересно, как работает его снаряжение? Да, было бы интересно узнать. Вот эти вот инъекции. Вот это вот просто просчитывание пространства серым W. Помните? Я даже мемчик отдельный на это делал, как и на стычку Роланда и Аргалию. Помните? Было-было дело. Эх, сколько воспоминаний. Вы просто посмотрите, какая невероятная сцена, когда она может просто сжать силу в руке и просто полбиблиотеки разорвать одним ударом. Даже находиться под постоянным пушем. Бины, Гибуры и Роланда одновременно. И все равно мы проигрываем. Хотя на самом деле мы Барала даже почти убили. Но это доказывает, что Арбитры еще жестче, чем Когти. Как будто бы им. И Арбитры их держат просто как таких телохранителей брутов, да? Просто здоровяков, которые могут жестко врезать. Ну, типа. Потому что Зена, если захочет, она разорвет пространство. Это просто абсолютная мощь какая-то. Что пишет? Писать разговор между Зеной и Биной было сложно. Изначально они говорили просто одинаково. Но это больше напоминало комедийный скетч. Так что Зена стала персонажем, который ведет себя по-приторному чопорно только с Биной. Я помню, как просил подобрать для нее такую же спокойную, харизматичную озвучку, как для Бины, но с более молодым и живым голосом. Это просто, знаешь, Бины из прошлого. Которые просто делают вещи. Почему? Они все такие маме в рядах главы, даже если они не... Ну, ими не являются. Но потому что у них абсолютная власть в руках. А теперь прикиньте, что таких Арбитров просто миллион находится под началом главы. Вот что они могут сделать? Это же... Я просто силы даже представить себе не могу. которая, ну, может противостоять. То есть даже Эго особо не способен. Хотя, может быть, фул искаженный ансамбль мог бы, наверное, справиться с ними. Но что-то я в этом сомневаюсь. Учитывая то, что ансамбль мы победили, а этих ребят нет. Барал тоже. Вот это вот типа зарядка, вот эти вот типа штуки, как он ускоряется, как он бьет, как он делает серым W. Это страшно. Когда Анжела отпустила, всё, все гости, ставшие книгами, исчезли из библиотеки. Так что я в шутку предложил опустошить инвентарь перед битвой с головой вместе с визуальным эффектом, при котором страницы разлетаются прочь. Конечно, если бы мы действительно ввели такое в игру, где для получения страниц нужно потратить очень много времени, жизнь ни одной клавиатуры закончилась бы в свете. Да нет, ну почему? Можно было бы так сделать, но... сделать фиксированный просто поединок. Типа, какая разница? Если там всё равно битва Роланда, Бина и Ебурви, у которых чуть ли не фиксированные холоды. Алло. А какой смысл? Боже, бедняга Изодора, которая просто страдает от каждого противника. Это кошмар. Жалко, что мы Люду не увидели в действии, она просто телепортнула всю библиотеку за пределы города, надеюсь, мы её ещё увидим. Музыка, которая играет во время боя с главой, на самом деле предполагалась как черновик для саундтрека. Третья стадия этажа философии, да. Тогда мы решили выбрать другую заготовку, вызывавшую чувство битвы с последним боссом, потому что это казалось немного слишком элегантной для Бины. Когда я прослушал этот черновик ещё раз во время подготовки боя с главой, то поняла, что он создан для зены. Ах, мне прям интересно, что там в головах у разработчиков, когда они создают подобные вещи. Да, они пишут комментарии, мы их тут читаем, но ведь это же не всё, это такая краткая выжимка. Мне всё ещё интересно, что это за поезд, курсирующий по границе города, просто по кругу, нафига он нужен? Это же не вар поезд, это какая-то другая штука. Ещё мне, ну, удивляет этот вот арт, где Анджела с Ронаном стоят, как будто бы, знаешь, на носу корабля. Дайте ту сцену из Титаника. И почему такая просто огромная пустошь? Почему вообще считается быть изгнанным за пределы города плохой вещью? Типа, тебя изгоняют за пределы цивилизации, какой бы ужасной она ни была, или что? Или тут реально настолько ужасно, настолько страшные твари, что ты тут не выживешь просто? И это ещё хуже, чем быть в городе. Вот опять, вот непонятно. Да, то есть там страшные вещи, там говорили про экспедиции в руины, в окраины, и всё такое прочее. Но, не знаю, это, знаешь, огромное море бессознательного, и в центре всё-таки островок сознания, как город. Работает. Это вот интересная мысль, что пишет. Изначально мы разрабатывали эту битву так, что игрок победит в любых условиях, потому что ощущали, что проигрыш будет неоправданным, неприятным для особого боя в самом конце игры. Однако, вопреки нашим ожиданиям, многие игроки выразили недовольство тем, как происходила эта битва, так что мы её поменяли на то, что вы видите сейчас. Это послушало нам ещё одним уроком в геймдизайне. Блин, забавно, что очень многие вещи, они делали впервые и ранний доступ играет идеально. Если люди просто против, мы можем тут же взять это и поменять, а не то, что сделали проект, выложили его и всё. И потом до неузнаваемости патчем, потому что людям чего-то не нравится во многих местах. Так-то гениальный ход. Как говорится, ранний доступ здорового человека. Ну и последнее. Первое впечатление, которое у меня возникло при просмотре концепта, нарисованного главным художником, Зена очень милая, но... Думаю, из-за этого я вложил в её чиби-спрайт и очень много любви, город любви настоящий, в офисе умунов. Спрайты Бины были важным референсом для пост-зены. Если Бина немного отрешённая, Зена расслаблена и беспечна, она словно бы имеет дело с ничтожествами, не стоящими её внимания. В этом плане мне нравится выражение её лица в позе блока. Давай посмотрим. Чё бы нет. Поза блока это какая из них? Что из этого поза блока? Где она просто руку вот так вперёд ставит и типа... Стоп. Типа, хава. Типа, хватит, уйдите, насекомые. Это имеется в виду. Но вот эти вот арты крупные, вот куча всякого под конец, как Роланд с Анджелой приняли новое решение, стали настоящими друзьями. И куда это всё приведёт историю всех наших знакомых персонажей, я не знаю. И поэтому мне было отчасти трудно принять то, что там в Лимбусе абсолютно другие персонажи, абсолютно другой сюжет, абсолютно никак... Ну, слишком косвенно связано с тем, что было до... И в начале буквально в прологе там в первой главе и в большей части второй я вообще не принимал Лимбус. Ближе ко второй главе, к началу к третьей постепенно начал с этим смиряться. И вот только вот сейчас под конец первого сезона я окончательно ну понял, окей, я окончательно понял Лимбус и такой типа, ладно, хорошо, это наш следующий проект, который стоит ценить. Вот. Пока что не говорю, что любить имхо моем, но ценить как минимум. А вот к концу второго сезона смогу сказать, что любить, но пока что я не тот человек, который готов несколько сотен часов в него потратить, но гораздо больше, чем пару-тройку часов раньше, чем раньше. Это вот список целей. Как Роланд постирал свою одежду интересно с предыдущей битвы. Вот это вот последняя сцена, где у Роланд меняется титул. Это же просто прекрасно. Это такой прекрасный истинный финал. И мы добираемся до самого конца. Библиотек будет жить. Но это будет уже в следующем выпуске, последнем, одиннадцатом, наконец-то. Как бы мне не нравилось на самом деле свои мысли высказывать, меня на самом деле немного подушивают выпуски артбука, потому что ничего не происходит, мне приходится долго тараторить, высказывать свои мысли, это очень жестко выматывает. Именно поэтому этот выпуск вышел не в понедельник, вторник, как я планировал, а на неделе, ближе к концу, что как-то портит мое собственно выставленное расписание, но следующий раз будет по идее интересным, потому что тут всякие нерассказанные истории, всякое, что мы в игре не видели, будет интересно обсудить. Вот будет, конечно, прикол, если я за один выпуск не успею, но так-то, так-то, там осталось 28 страниц, причем далеко не все из них будут какими-то омега-супер насыщенными, скорее всего. Может, если останется время, мы поговорим насчет актеров озвучки, но только если останется время. Вот такие дела, ребят, будет очень интересно почитать, что вы думаете, а если вам этот выпуск юбилейный, кстати, 10-й, понравился, разумеется, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Боже, меня икота замучила. Ну, и залетайте на стримы, или смотрите запись, трансляции, мне было бы приятно, если больше людей залетало туда, а не находилось только тут. Меня удивляет, что так мало людей интересуется, в принципе, лимбусом, чуть ли не еще меньше, чем даже лоботомией, которая была самым неактуальным прохождением, самым начальным, когда было мало людей. Сейчас реально лимбус смотрит даже меньше людей. Напишите мне, как вы думаете, почему оно так, учитывая то, что даже для челиков с ютуба актуальность не превышает, точнее, не актуальность не превышает и полугода, когда в случае с той же лоботомией она была года три, а то и четыре. Мне интересно ваше мнение. Ну, и не забывайте, что прямо сейчас вы можете подписаться на бусте и получить просто дофига серий, дофига контента просто по цене авоськи с апельсинами. Вот прям серьезно. Это супер дешево, как мне кажется. Ну, а те, кто уже подписан на бусте, вам большое спасибо за поддержку канала. Вот и все. Я надеюсь, что у вас, ребята, все хорошо. Всем приятного дня. Всем удачи и всем пока. Пока.